следующий вопрос от алексея вопрос к вам как человек который причастен к открытию многих модных ресторанов киеве зачастую многие распиаренные места только держится разве что на пиаре вживую не все так привлекательно как в постах фейсбуке а цены не вписаются в том числе и благодаря пиару почему так у нас все происходит хорошая реклама сегодня так так еще в чем тогда суть вопроса почему у нас так происходит как что на картинке одно а в реальной жизни другое хороший пиар просто и все тогда как бы вопроса нет то есть андрей правильно алексей алексей как бы вы же сами отвечаете на свой вопрос это все маркетинг и менеджмент кстати я бы ответил не знаю мне хочется хочется ответить это немного другой вопрос тогда он бы звучал так почему почему в ресторанном бизнесе в ресторан почему в ресторанах но иногда вот цены выше чем чем должно было бы быть и кто за этим стоит и можно ли это как-то исправить вот тогда я бы на этот вопрос ответил так до тех пор пока в ресторанные владельцы не перестанут набивать свои карманы а думать о том кто работает в этих в этих ресторанах сколько эти люди зарабатывают денег достаточно ли этих денег которые они зарабатывают до тех пор будет вот такой вот такой беспорядок в ресторанном деле вспомню минск при всем при всех этих вообще баталиях которые происходят вы знаете я несколько раз был в беларуси и и хочу заметить что в ресторанах есть некоторых не во всех я пришел внимание на то что когда тебе подходит официант на нем у него на уди бейджик и на нем на бейджике написано имя фамилия и разряд официанта это говорит о том что в ресторан не могут взять на работу вот как у нас например человека без образования это было у нас когда у нас сейчас такой прям я бы сказал базар вокзал непонятно кто эти люди работают непонятно непонятно кто работает на этих должностях непонятно то есть профессии обесцениваются и в целом мы и сами в этом виноваты частично поэтому вот такой ответ что если бы были нормы какие-то правила по которым мы существуем по которым существует ресторанный бизнес то было же когда-то понимание ресторан первой наценочной категории 2 и 3 я не говорю что так должно быть но это правило должно было мне кажется трансформироваться с течением времени и приобрести какой-то новый современный формат и тогда были бы было бы понимание со всех сторон было бы понятно сколько зарабатывать собственник ресторан был бы понятно какой есть карьерный рост у этого человека который приходит на работу с образованием а так ничего не понятно следующий вопрос ирина пишет добрый день дмитрий на одном из конкурса марина предложила вам почистить картошку мне показалось это вас очень зацепило расскажите о своих ощущениях от такой просьбы кто пишет и ирина ирина действительно правильно вы заметили вам показалось что меня зацепило меня это удивило ну как меня это может зацепить ну мы же потом даже не помню кажется в этой же ну то есть марина извинилась она извинилась даже в этот же то есть прям в этот же день она извинилась она поняла что я и так и сказал марина если ты считаешь что вы понимаете тут это дело в отношении если если мое отношение к этому такое перед тобой стоит судья перед тобой стоит человек который явно разбирается в еде продуктах и так далее ты можешь его ресурсы по правилам конкурса по правилам этого конкурса я мог помогать любыми задачами если Марине нужно было почистить картошку если она хотела мой ресурс использовать так это ее право и мое отношение к этому наверное если ты хочешь так использовать мой ресурс используйте пожалуйста я почищу тебе картошку это несложно и это не это для меня никак не не принижает мой статус или мой уровень в этом нет ничего зазорного это игра в которую я играл и да конечно же я понимаю что она просто необдуманно сделала этот поступок она не подумала какие последствия она может за этим повлечь последствия собственные никто ее там за это не ругал и не говорили что ты такое сказала совершенно нормальное отношение это же все таки игра в том числе это игра с высокими ставками ставками в кавычках имеется в виду только что вопрос пришел от Анастасия Воробьева с кем из детей было труднее прощаться на сохраняя хладнокровие у меня нет каких-то любимчиков или как это слово называется или фаворитов да спасибо у меня нет фаворитов ну немного лукавлю не то чтобы нет фаворитов кто-то мне нравится например например из детей например своими проявления имеется в виду какими-то эмоциональными проявления но я это не связываю с проектом я не связываю это с задачами не связываю это с игрой там в каком-то конкурсе с битвы черных или и так далее то есть скажем есть отдельно мои собственные эмоции мои собственные какие-то интересы и проявления детей в тех или иных ситуациях а есть проект мастер-шеф проект мастер-шеф это вот проект мастер-шеф для меня и точка и как бы я не рассматриваю никого кто-то там нравится больше а свои личные какие-то наблюдения они у меня тоже есть но я тоже об этом говорить не очень бы хотел точнее не то что не хотел поэтому я лично тоже вопрос только что пришел тони будут мнения что шеф-повара дома не готовят мол они готовят ресторанах от дома жена картопу жарит как у вас с этим тони если ты любишь то что ты делаешь я сейчас говорю о себе если человек любит то что он делает то все равно нельзя же сказать что даже вот в отношениях можно ли сказать что ты сегодня любишь свою жену а завтра меньше и любишь а после завтра вообще не любишь а еще через какое-то время опять любишь то есть ты либо любишь либо не любишь с профессией в целом точно так же с профессией когда ты действительно занят своим делом и тем что любишь я люблю то что я делаю поэтому неважно где я нахожусь на проекте мастер-шеф в ресторане дома в супермаркете на природе на яхте я люблю то что я делаю поэтому мне наверное интереснее конечно же ну как и всем чтобы там как-то меня оценивали то есть готовить для самого себя мне менее интересно чем готовить для кого-то вот поэтому я готовлю дома недостаточно часто и мои блюда не только ну это не простые блюда это не бутерброд с сосиской или колбасой или просто яичница хотя и такое бывает не без этого но достаточно часто мы готовим дома сложные какие-то эксперименты специи смешиваем делаем мороженое потому что мы любим вкусно часто дома экспериментируете с едой ну раньше чаще сейчас так часто потому что времени не хватает но все равно это только время появляется все равно возвращаемся к экспериментам только что вопрос пришел от Артура поклонником какой кухни вы являетесь франция и италия или азиатская кухня артур раньше я думал что раньше когда я только начинал свой кулинарный путь я думал что самая крутая кухня это французская и круче французской кухни не бывает потом работая в известном ресторане с итальянским шефом я понял что что то я ошибаюсь что то я ошибаюсь и итальянская кухня не такая уж и не интересная поработав просто с итальянским наставником спустя какое то время я первый раз попал в индонезию и подумал боже мой насколько же многогранные эти вкусы ни итальянцы ни французы и никто из европейцев таких граней не используют с течением времени и отвечая на ваш вопрос я могу вам сказать так у меня нет предпочтений в кухне ни к одной стране или региону у меня есть желание изучать продукты специи как они выросли какому региону что присуще это история поэтому мне нравится узнавать продукты как они произошли выросли и как их лучше применить с теми или иными специями или продуктами это намного интереснее чем просто привязаться к какой то кухне говорить что французская кухня это круто не а дома борщ готовите? бывает но я его пеку так как исконно украинская исконно украинская техника приготовления борща в печи в керамической посуде вот это обычная печь у меня дома нет печи на дровах обычная печь но просто керамикой в этой керамике в печи этот борщ запекается следующий вопрос от Сереги и что совсем никогда не едите фастфудах чебуректо например или лаваш с курицей что-то совсем не верится почему же? да хочется зайти в Макдональдс значит ну все мы люди конечно хочется так сказать мы ее в кулинарном деле поганочкой называем фастфуд в кухне мы называем поганочкой вот безусловно не верится и правильно делается но есть разница между тем что есть разница между тем что и где кушать Макдональдс это не самое плохое место где можно быстро перекусить к тому же я как бы отмечу что даже уличная еда сейчас стала быть намного уровневее она поднялась сильнее посмотрите даже на киоски с шаурмой я не говорю на все но обратите внимание на то что раньше киоски где продавали шаурму продают шаурму там стоял весь какой-то такой засаленный непонятный дядька часто не говорящий на русском сейчас уже нет такого сейчас еще уличных стоят узбеки узбеки это очень трудолюбивый народ и они очень любят готовить и у меня есть понимание и доказательства потому что узбеки очень любящий трудолюбивый и любящий поесть и поготовить народ потому что очень большое количество узбеков работает в казахстане вот значит сейчас эти же узбеки они уже стоят в перчатках они уже не берут эти продукты руками у них обратите внимание как все технично с этими соусами да я понимаю что это невысокого качества продукты но они приготовлены неплохо например в свою очередь тонер то что мы здесь в Украине называем шаурмой это лишь просто разные названия разных народов а блюдо это одно и то же значит тонер ну вот так для разности для понимания вот у нас есть макдональдс а в казахстане есть тонер и у них нету макдональдса они едят вот этот лаваш с мясом соусами и это настолько у них популярно что у них есть тонерные в которых предлагают ассортие из разного мяса то есть если у нас курица то может быть баранина говядина утка курица фарш и канина к примеру вот вам и шаурма с тонером смешал так что даурма так запомните новое блюдо да вопрос от Виктории я не могу вам однозначно сказать я не исключаю такой возможности не исключаю если как бы я буду наверное если я буду понимать что это вот человеку очень важно нужно или очень хочется да уже были такие я не помню ну нет я еще не встречался ни с кем для так вот чтобы кофе попить но я отвечаю на сообщения в соцсетях общаюсь достаточно активно кому-то помогаю даже не только помогаю но вот кому-то вот просто хочется поговорить ну я даю такую возможность вот кстати да была такая у меня был такой у меня опыт написала мне ну женщина у нее двое детей там ей около 35 лет наверное где-то так ну так и она мне написала с таким с таким прямо вообще негодованием что вот мол Дмитрий я вас очень разочаровалась вот после выпуска какой-то программы вы посмотрите на то как там ведет себя там дети как они там хамят друг другу и почему вы не делаете с ним замечания почему вы не обращаете на это внимание почему вы не пресекаете подобное поведение я ей сказал что Ольга кажется ее зовут я ей сказал Ольга давайте я поговорю с вами я вам попытаюсь объяснить что-то от чего возможно вы не знаете и она мне написала с моим телефоном и позвонил и мы с ней поговорили и я человека ну по крайней мере я выслушал и ей сказал почему так происходит и что происходит того чего вы не видите сколько людей работают с детьми как проходит работа закадровая психологи мы сами журналисты которые работают и там целая куча людей которые объясняют им каждый день как можно себя вести как нельзя себя вести и что нужно делать это я все таки к тому отвечаю на то возможно ли встретиться выпить кофе теоретически да практически пока еще не могу сказать это уже спрашивали не раз вопрос приходил есть ли у вас возлюбленные не раз вопрос приходил да на сегодняшний день у меня есть леди с которой мы проводим вместе время не ревнут поклонницам которые пишут приглашают на свидание нет нет понимают так вопрос от Юли многие шеф-повара пишут книги по кулинарии вы никогда не думали об этом интересно это же кто ну ладно прошу прощения не думал ли я написать книгу всему свое время я думаю что и к этому я тоже приду возможно но моя книга будет какая-то немного наверное философская она будет не просто с рецептами это будет книга о еде о приготовлении это будет какая-то философская тема кулинарная которую я там буду раскрывать так еще раз спрашиваю для кого из знаменитостей вы когда-нибудь готовили кико мацуи Андрей Хривнюк Валерий Меладзе Пьер Ричар Весь бэнд Дефас их там около 12 человек прям для них я вообще совсем сильно готовил это было закрытое мероприятие ну для них это было не закрытое мероприятие это было мероприятие по обслуживанию их бытового райдера то есть я полностью отвечал за их питание во время тура и во время пребывания в Киеве. Покойная Цезария Эвора. Это вообще отдельная, так сказать, тема. Прям я восторгался ее творчеством и случайным образом получилось так, что мне пришлось довелось кормить ее дважды. Один раз это было в Киеве, а второй раз это было в Одессе. Вот. Таких людей как бы. То есть вы только готовили, но потом с ними не общались? Нет, общались. Вообще общались, прям совсем общались. Сильно. Прям общались вплоть до каких-то даже шуток о том, как забыл, как зовут солистку Карл Фриерсон и солистка этого бэнда. Мы прям чуть-чуть посмеивались на тему того, что Дима в следующий раз, когда мы приедем мы заберем тебя с собой. Будешь нашим личным шефом. Вот. С Кейком Ацуи мы общались прямо тоже. Она очень просто человек интересный. Интересное творчество. мне ее творчество тоже нравится. И она тогда сказала, что ей очень приятно такое отношение мое к приготовлению еды. то есть она чувствовала, что я делаю это с удовольствием. Не потому что это так надо и моя работа. Я делаю это с удовольствием и мне самому интересно, чтобы человек получил удовольствие. Она так и сказала, что я смог ее в еде той, которую я готовил, я смог ее вернуть немного домой. Что вообще практически невозможно. Человека эмоционально вернуть домой это очень высокий уровень. Еще и с продуктами нашего уровня качества и японским. Следующий вопрос. Екатерина спрашивает. Дмитрий, вы очень интересный и стильный молодой человек. Считаете ли себя матросексуалом? Посещаете ли салоны красоты? Сейчас это очень популярно среди мужчин. Следите ли за модой? Виктория? Катерина. Катерина, простите, Катерина. Катерина, ну да, наверное, это как популярно. Ну, знаете, ну, скажем так. Читаю ли я себя матросексуалом? Скорее да, чем нет. Потому что получается, что матросексуал это тот человек, который типа, как бы по каким-то непонятным шаблонам или рамкам, он следит за собой больше, чем положено. Ну, что значит положено больше? То есть, нормальный мужик это тот, который с нестриженными ногтями, у которого руки потресканные, пальцы, огрубевшая кожа, это нормально. А если у человека всего этого нет, у мужчины, то это уже матросексуал. Ну, тогда да. Я хожу в салоны, стригусь, креюсь, у меня есть косметолог. И это все делается для того, чтобы восстанавливать себя после и во время съемок. Представляете, сколько у нас грима ежедневно. Это же такая, ну, травма. Нужно себя держать в порядке. Это просто любовь к самому себе. Вот так. Зал посещаете? Нет. Нет времени для желания. Не в этом дело. Буду посещать уже в ближайшее время. Я буду плавать. Посещаю ли я зал? Нет, не посещаю. Почему? Потому что действительно было мало времени. Но у меня есть карта порт-лайфа. И что? И плавать. Это то, что мне нравится. Железяки нет. Нет. Вопрос от Снежаны. У вас много друзей. И вообще, какие качества вы цените в человеке? Ну, это же так, получается, субъективно. Снежана? Да. Снежана. Это субъективно, ну, то есть, субъективно, ну, как бы, наверное, смотря для чего. Какие качества являются не у человека. Если для дружбы, ну, это должна быть какая-то химия между людьми, которые как-то должны вот найти друг друга. Такие должно быть, наверное, ровно пять процентов того, чего тебе не достает. И у второго человека должно быть столько же чего-то, чего не достает тебе. Это такой вот баланс создается. Такие качества... Ну, понимаете, если я скажу, что я ценю в людях какую-то там честность, или ум, или, там, не знаю, добродушие, или порядочность, ну, это все лирика, мне так кажется, Снежана. Поэтому это должно произойти на каком-то ментально высоком уровне, и вот на этом и строятся взаимоотношения между людьми. Вообще-то очень сложно, но очень интересно. Спасибо большое за ответы. Пожелания для читателей, для поклонников и зрителей проекта Мастер Шеф Дети. Пожелания для зрителей. Вообще-то пожелания для всех, кто сейчас меня видит, и для тех, кто, возможно, посмотрит записи. Я хочу пожелать, безусловно, нам всем терпения, спокойствия, любви. Любви. Любви не просто любви между мужчиной и женщиной, а любви к людям. У нас немного этого не хватает, но мы становимся быть озвоблены. мира и ума. Ума в контексте того, что иногда мы бездумно делаем какие-то поступки, не задумываясь о их последствиях. А иногда последствия могут быть настолько глобальными, что назад пути не будет. Поэтому ума в контексте или в понимании, что ли, мудрости. Мудрости и рассудительности. Невкусности. Спасибо.